Слатауста, будем жить так, чтобы не хулилось имя Божие, не будем не гоняться за человеческую славу, не вести себя так, чтобы о нас составилось дурное мнение, но будем соблюдать надлежащую меру и в том и в другом. Сказано в послании филиппийцам 2.15 «Являетесь как светило в мире, на то ведь и поставил Он нас, чтобы мы были подобны светилам, чтобы мы соделались учителями других, чтобы мы стали закваской, чтобы мы обращались как ангелы с людьми, как мужи с малыми детьми, как духовные с людьми душевными, чтобы и те получили пользу, чтобы мы соделались семенами, чтобы приносили обильный плод. Не были бы нужны словам, если бы жизнь наша сияла в такой степени. Не были бы нужны учители, если бы мы творили дела благие. Никто не остался бы язычником, если бы мы были христианами как следует, если бы мы соблюдали заповеди Христовы, если бы мы благодушно переносили обиды и насилия, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы мы, терпя оскорбления, воздавали добром, то никто не был бы столь диким, чтобы не обратиться к истинной вере, если бы так все вели себя. И чтобы вы узнали это, укажу пример. Один был Павел, и столько людей привлек себе. Если бы мы все были такими, то сколько вселенной мы обратили бы. Теперь христиане многочисленнее язычников. Между тем, когда другим искусством один может научить сто отроков, здесь, несмотря на то, что есть много учителей, и что их гораздо больше, нежели учеников, никто не присоединяется. Учащийся взирает на добродетели наставников. И если видят, что и мы того же желаем, того же ищем, чего и они, то есть почестей и власти, то как они могут почувствовать уважение к христианству? Они видят жизнь порочную. Души земные видят, что мы столько же пристрастны к деньгам, как и они. И даже еще больше. Перед смертью так же, как они, трепещем. Боимся бедности наравне с ними. В болезнях, как и они, ропщем. Одинаково любим власть и силу. И, мучаясь с ребролюбием, стараемся уловить благоприятный случай. Итак, ради чего они станут веровать? Ради знамений? Но их уже больше нет. Ради жизни праведны? Но она уже погибла. Ради любви? Но ее и следа нигде не видно. Вот почему мы дадим отчет не только в своих грехах, но и в погибели других людей. И так, по крайней мере, теперь воспрянем, станем бодрствовать, покажем на земле житие небесное, будем говорить наше жительство на небесах, и на земле станем совершать подвиги. Аминь. Том 11.